добрый день любители радиоуправляемых моделей вновь мы продолжаем собирать наши росани и сегодня добрались до лыж до самих опор когда которые вы собственно у нас эта модель и будет ездить как обычно основную часть подготовки мы проделали вне съемок но сейчас маленько расскажу из чего и как были сделаны лыжи в качестве основы для лыж был взят прямоугольный алюминиевый профиль 60 на 20 размеры такие выбраны с таким расчетом чтобы площадь опоры лыж было побольше чтобы можно было не только на льду кататься но и на более-менее рыхлый снег попробовать выехать длина заготовок для основных для задних лыж 30 сантиметров для носовой лыжи рулевой она покороче ее сделали 20 сантиметров но это длина заготовки сама лыжи конечно получается немного короче за счет этого изгиба за счет того что у нас немножечко пришлось подпилить собственно пока так кратко на пальцах объясню потом отрисую чертеж всех этих деталей от края профиля отложил сантиметр получается верхняя часть у нас на сантиметр короче 19 получилось сантиметров от нее на расстоянии 4 сантиметра сделан диагональный пропил до основания лыжи будущий и весь лишний металл просто был убран и вот эта плоская часть просто загибается наверх и сейчас нам по сути дела осталось только притянуть подогнутую часть лыжи заклепками и у нас получится вполне приличное закругление носа лыжи не очень крутое но легче будет заходить на небольшие препятствия также понадобится большие плоскогубцы иначе прижать как следует эти детали будет очень сложно заклепки сами по себе не не протянут так сейчас прикинем как лучше ставить заклепки с одной стороны конечно неплохо бы их установить сверху шляпки более аккуратные на видимой части давайте наверное попробуем одну заклепку в таком виде установить здесь конечно длинную торчащую заклепку тоже оставлять не охота она будет у нас цепляться за снег ну попробуем если получится может быть и излишки потом обрезы удастся вот как видите остается относительно невысокий пенечек думал он больше будет его надо будет маленько расклепать обточить и думаю что нормально так что клепаем в таком положении вот первая лыжа у нас подготовлена ну и сейчас точно также заклепываем основные лыжи все три лыжи заклепаны сейчас прежде чем ставить лыжи на модель желательно вот эти пеньки тоже молоточком аккуратно расклепать что я сейчас и сделаю в качестве наковальни мы используем любой массивный предмет и аккуратно расклепываем пенечки заклепок немножко с разных сторон сильно стучать не надо просто формируем такую округлую головку заклепки в результате вот у нас получаются такие заклепочки как видите практически то же самое что и заводские шляпки все три лыжи заклепаны примерно одинаково такие шляпки они уже мешать при движении не будут теперь что касается подвеса самой лыжи первую попытку прокатиться испытать эти рассаде я хочу вообще без амортизации самих лыж то есть никаких пружин никаких амортизаторов к ним дополнительно не будет просто отверстия под ось просверлены примерно на центре тяжести лыжи если вы же берем за эти отверстия чуть-чуть назад перевешивает это даже хорошо если вдруг на какой-то кочке у вас модель подпрыгнет то лыжи должны вставать носом вверх чтобы не зарываться в снег при приземлении все все лыжи от балансированы примерно одинаково центр отверстия от заднего торца получается 148 миллиметров с учетом того что у нас все-таки у нас маленько вырезанный как раз так и получается чуть-чуть вперед от центра тяжести то же самое для передней лыжи но она получилась более сбалансированная хвост не такой длинный у нее тем не менее вниз она наклониться не пытается расстояние до центра отверстия 95 миллиметров можно было на пару миллиметров еще вперед сдвинуть что же давайте поставим нашу модель на лыжи и посмотрим уже примерные габариты что у нас в итоге должно получиться начнем с носовой стойки так как с ней удобнее будет работать пока основных лыж нет первым делом нужно установить уже окончательно ось сразу не забываем капнуть капельки фиксатора примерно там где должны располагаться гайки ось надо будет выставить точно по центру измеряем расстояние 26 миллиметров с одной стороны и 28 с другой значит надо еще немножечко сдвинуть здесь уже фиксатор оказался немножко не там нанесен надо будет добавить красного фиксатора очень много лить не надо он держит слишком хорошо я бы даже сказал затягиваем гаечки ну без фанатизма чтобы трубку не сплющить после затвердевания фиксатора резьбы никуда у нас уже оси отсюда не денется ну и теперь ставим на место лыжу вырез довольно плотненько сделан был но тем не менее уже поставить нам удается причем у нее есть достаточно неплохой диапазон хода но с одной стороны она упирается в ось амортизатора с другой стороны в саму стойку совсем уж болтаться носовая лыжа не будет и это тоже пожалуй плюс ширина выреза у меня здесь сделано 20 миллиметров как оказалось довольно удачно и ну теперь фиксируем лыжу гайками как я попробую поставить самоконтрящиеся конечно длина оси не очень большая но запас небольшой есть думаю что гайки должны их нормально держаться здесь использовать фиксатор резьбы не хочу по той причине что на лето вполне возможно будем экспериментировать ставить эту модель на колеса и надо чтобы была возможность лыжи снять и поставить колеса на их место вот у нас рулевая лыжа сделано причем как видите при поворотах лыжи наклоняется в сторону поворота что в общем то хорошо опора будет немножко под углом к тому же лыжи встает на ребро врезается в снег и на мой взгляд она будет лучше держать направление радиус поворота получится поменьше ну и под своим весом она стремится вернуться в нейтральное положение чтобы тоже правильно ну теперь основные лыжи видите длина оси получилось немножко великовато чтобы болт не обрезать попробую наверно еще по одной гаечке конечно таким образом у нас получается немножко шире сама база думаю что это тоже не так плохо немножко разнесем пошире лыжи возможно модель будет более устойчивой на поворотах даже по две гайки можно наворачивать смело кто боится что выносим на такую длинную ось будет нагрузка будет ось загибать в этой месте где затянуты гайки и загибаться уже точно не будет здесь толщина металла получается весьма солидная ближе к лыжи тут уже хоть короткую сделать хоть с проставками будет примерно одинаковая нагрузка и саму лыжу также самоконтрящейся гайкой зафиксируем затягивать не надо лыжа должна довольно свободно вращаться но в то же время смотрите чтобы не было люфтов вот друзья такой у нас получается аппарат пилотом этих аэросаней у нас будет такой вот товарищ ваня мотоциклист зимой он у нас заскучал по снегу машина не идет вот сделаем ему такой снежный вариант транспорта так что беспилотником эти аэросани у нас не останутся так что в следующий раз мы уже ставим на эту модель электронику все подготавливаем все проверяем испытываем раму пока без кузова как она пойдет как она себя покажет и если все в порядке оккультуривая модель делаем корпус и садим нашего пилота на место пускай обкатывает зимний транспорт что ж как видите машинка получается не такая маленькая как и изначально казалось размеры уже довольно значительные ширина основных лыж тоже довольно таки приличная вышла плюс сами по себе лыжи тяжелые так что никакого высокого центра тяжести тут нет и быть не может очень устойчивый аппарат его перевернуть будет наверное гораздо сложнее чем обычные машинки или вот подобный мотоцикл несмотря на то что у него гироскоп стоит думаю что устойчивости такой трехопорной схеме вполне хватит но как она себя покажет посмотрим следующий раз когда установим на место всю электронику если вам нравятся наши рассане не забывайте поставить лайк то на канал не подписался подписывайтесь впереди будут испытания впереди еще много интересного но я на сегодня с вами прощаюсь до новых встреч друзья до свидания подписывайтесь на наш канал ставки лайки оставляйте комментарии и ждите новых видео до встречи играем по-взрослому